Всем привет! Добро пожаловать на канал, меня зовут Бережненко Валера. На днях я тут посмотрел трейлер к восьмой части Форсажа. Он мне понравился, довольно-таки динамичное видео с классными спецэффектами. Особенно мне понравились одни из последних кадров там, где идет погоня по льду. За ними выскакивает подлодка. Блин, это смотрится круто. Поэтому, опираясь на этот кадр, я решил сделать постер. В общем, что у меня получилось, давайте-ка посмотрим. Итак, изначально делаем фон. Открываем первое изображение, из которого мы возьмем небо и задний план. Кадрируем его в соотношении сторон 16 к 9 и убираем пару темных точек инструментом штамп. Далее я добавляю еще одно фоновое изображение. Из него я с помощью маски вырезаю небо, а снежную поверхность оставляю. И немного кривыми подгоняю ее по цвету и свету. Затем я добавляю третье изображение фона. Увеличиваю его и стираю штампом отражение уаза, чтобы оно не мешало. Скрываю этот слой под маслей и мягкой кистью с прозрачностью в 30% проявляю там, где нужно. То есть делаю передний план. Далее я также подгоняю его по цвету и свету. В общем, общий фон у нас готов. Объединяю все слои в одну папку с названием фон. И перехожу к добавлению подлодки. Первым я добавляю всплески осколки льда. Фотографию с взрывом я немного почищаю, то есть убираю людей в оранжевых жилетах. Добавляю маску и маскирую все, что не нужно. Оставляю только сам взрыв. Далее с помощью свободного трансформирования я меняю форму и кривыми я исправляю цвет. Затем я добавляю осколки льда. Удаляю лишнее и копирую слой. Потом передвигаю его в сторону и выделяю разные осколки и меняю их положение, чтобы они не смотрелись одинаково. Так как эти осколки на лед явно не похожи, поэтому с помощью кривых осветляю и корректирую их цвет. Затем объединяю эти два слоя с осколками и применяю к ним размытие в движении. Далее я добавляю подводную лодку и с помощью маски прячу ее под осколками и брызгами. За подлодкой вслед я добавляю военные джипы, которые разлетаются в стороны от удара подлодки. Размещаю их более корректно. И так же по маске скрываю те части, на которые попадает вода и осколки. Кстати, все машины и подлодку я трендерил в Cinema 4D. Если вы вдруг не знаете, как поместить 3D объект в фотографию, у меня есть видео на эту тему. Ссылка на него будет в описании. В общем, я нарисовал несколько бликов и применяю к джипам размытие в движении. Затем объединяю все в одну папку подлодка. Для того, чтобы фон смотрелся однородно, добавляю цветовой тон и насыщенность и ставлю галочку на тонирование. Настраиваю его и уменьшаю непрозрачность слоя до 37%. Фон готов. Теперь переходим к добавлению машин. Помещаю их и перехожу к рисованию тени. Создаю пустой слой, опускаю его под слой с машинами и инструментом лассо выделяю область тени. Затем заливаю его черным цветом и уменьшаю прозрачность. Потом добавляю маску и градиентом размываю ее край. Затем создаю еще один пустой слой и так же инструментом лассо выделяю область, только уже под машиной. Заливаю ее тоже черным цветом и немного уменьшаю прозрачность. То же самое я проделываю и с остальными машинами. Далее я немного подкорректировал контраст машин и объединил в один слой. Затем объединяю все слои с тенью и кистью с непрозрачностью в 20% зарисовываю светлые места на колесах. А так же зарисовываю отверстия на капоте черным цветом. Дальше я кликаю два раза на слои с машинами и открывается стиль слоя. Здесь я добавляю внутреннее свечение и настраиваю его. Далее я образую слой с этим свечением. Скрываю его маской и рисую там где это нужно. Также создаю пустой слой с режимом наложения линейный свет и доделываю блики там где не достало внутреннее освещение. Размываю их слой по гауссу и добавляю блик солнца с режимом наложения экран. Объединяю слои свечения и машины в один. Теперь нужно сделать отражение на льду от красного шевроле. Копирую слой с машинами, а так же выделяю шевроле и копирую его тоже на новый слой. Переношу его под все слои с машинами. Трансформирую его по вертикали и опускаю вниз. Далее применяю к нему размытие в движении и уменьшаю прозрачность слоя до 40%. Затем перехожу на верхний слой с машинами. Выделяю белый ламборджини и немного размываю его в движении. То же самое я проделываю с правым пикапом. Теперь слой один, который я не размыл, то же копирую и переношу его вверх и применяю к нему размытие в движении с большим смещением. Скрываю слой под маской и проявляю по краям автомобилей. Теперь на слое копия один применяю фильтр размытия вращения и размываю переднее колесо шевроле. Далее объединяю все слои с машинами, кроме отражения, а также объединяю папку фон в один слой и делаю его копию. Дальше фон копию размываю в движении и инструментом градиент по маске скрываю там, где небо. Объединяю в папку фон и перехожу к добавлению брызг из-под колес. Создаю новый слой в папке с машинами и кистью рисую брызги от снега и воды. И также применяю к этому слою фильтр размытия в движении. Далее добавляю два маленьких блика на фары и на слое 4 дорисовываю их в свет. Затем я решил немного увеличить насыщенность фона и объединил блики в одну папку. Потом добавил логотип и как всегда перешел к настройкам в камера RAW. Там я сделал изображение более контрастным, добавил четкость и шума. И на этом я завершил свой калаш. Надеюсь вам понравилось, если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Меня зовут Бережнин Кавалера, до новых встреч!